Семейная программа для всех и каждого В 2020 году информационный центр «Эразмус плюс» протягнет свою работу на базе офиса Лиги доброхватной працы молоди Про справы молодежные мы запросили поговорить Вольгу Шмигельскую, лидера молодежной громадской организации Лиги доброхватной працы молоди А так сама Вольгу Грыбову, координатора международных проектов Лиги доброхватной працы молоди Добрый день Добрый день Добрый день Очень приятно вас видеть сегодня у нас в гостях Улыбается, прекрасное настроение И говорить мы будем на очень хорошую тему Я всегда любила общественные организации, их работу И вот немножечко напомним мы тему Лиги добровольного труда молодежи Что это за организация Я вот как журналист дружна с вашей организацией очень давно Это та организация, которая занималась очень многими направлениями, у которой есть своя ниша Ольга, я правильно все говорю? В общественном движении, да Татьяна, спасибо за предоставленную возможность Потому что, знаете, как у нас, наверное, традиционно весна Такая своеобразная пессивная, да И наш традиционный поход к вам на радио О том, чтобы рассказать молодым людям о тех возможностях, которые есть Напомнить И чтобы была возможность принять участие в интересных программах Чем занимается наша организация? С 94-го года мы реализуем программы, проекты для молодых людей Для развития их личного активизма Для приобретения навыков, которые будут способствовать им становиться полноценными, активными гражданами нашей страны Ну и разные направления Конечно, разные направления Да, это и студенческие отряды, педагогические отряды, волонтерские проекты Это международные молодежные обмены, тренинги, семинары Активность молодых людей здесь у нас и сейчас Мне очень радует, что в нашей стране наибольшую популярность получает волонтерство И в учреждениях образования, и в различных НГО Это тема в топовых позициях, скажем так Потому что волонтерство это не только активная помощь Это еще активная гражданская позиция молодых людей Участвовать в жизни своего сообщества Мне очень интересно ваше рассуждение А как вы считаете, почему вот я сейчас встречаю многие молодежные организации Которые изначально там занимались одним Ну, например, студенческие отряды А через какое-то время они стали перепрофилировались, так скажем Они занимаются совершенно другим Потому что время вот так меняет Ну, на самом деле подвижность общественных организаций Она достаточно скоростная И очень легче перестроиться И НГО это не коллектив взрослых пенсионеров Которые что-то придумывают А это, в общем-то, коллектив молодых людей И сами молодые люди продвигают и создают свои инициативы То, что интересно им И если сейчас эти темы в топе у молодежи То этим и занимается молодежная организация Потому что я с уверенностью могу сказать Что помимо сотрудников организации Эта организация состоит из большого такого ядра молодых активистов Студентов, учащихся Которые и продвигают вот эти инициативы Конечно же, они приносят свои идеи То, что интересно им То есть всегда рука на пульсе Рука на пульсе Хочу обратиться к Ольге Она немножко, хочу сказать, волнуется Потому что первый раз на радио И такая ответственная у неё мития Вот вопрос простейший Оль, чтобы вас немножко так, знаете, раскрепостить А как вы попали в Лигу добровольного труда молодёжи? Что случилось такого интересного в вашей жизни? Очень интересно я попала в Лигу работать До этого я занималась во время студенческого своего обучения Я занималась волонтёрской деятельностью в Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО Это такая наша дружественная партнёрская организация Собственно, это было моё первое знакомство с деятельностью общественных организаций А так как я училась в медицинском университете Я немножко после окончания поставила на паузу в общественной деятельности И работала по специальности А потом решила как-то всё-таки поменять Всё-таки мне захотелось обратно вернуться к этой деятельности И стала искать работу И вот моя большая подруга ещё со времён моей деятельности в ЮНЕСКО Порекомендовала мне вакансию в Лиге И вот пришла на собеседование Ольга ещё активно углубилась в тему волонтёрства Она работала на вторых европейских играх Да, работала в дирекции в деревне спортсменов Очень интересно было работать И, наверное, приняла решение, что точно это её призвание И она хочет продолжить в этом свою работу Мы очень рады, что она откликнулась на нашу вакансию И сейчас в нашей команде Так, давайте расскажем о программе Erasmus Plus И взаимодействии этой программы с вашей организацией Да, программа Erasmus Plus В этих программах принимает участие не только наша организация Они доступны для НГО белорусских И уже на протяжении многих лет Белорусский НГО работает по этим программам Ресурсный центр Сальта Три года тому назад принял решение о том Чтобы поддержать качество, улучшить качество этих программ Распространять информацию об этих возможностях И для молодых людей, и для тех НГО, которые хотят присоединиться к этим программам Создать такие информационные центры в странах Восточного партнерства По этим программам Мы очень рады, что в этом году площадкой для информационного центра выбрана наша организация И на продолжение 2020 года мы, конечно же, будем продолжать деятельность информационного центра Укреплять сотрудничество между организациями, которые уже работают по этим программам Активно привлекать новых организаций, продвигать эти программы Консультировать молодых людей, которые хотят стать участниками Если в двух словах рассказать о том, что же это за программа Такая Размус Плюс Это программы Европейского Союза Направленные на поддержку и сотрудничество в области образования Неформального, профессионального обучения, волонтерства, молодежи и спорта И в рамках этих программ организуются международные тренинги, семинары для молодых людей На разные темы, которые важны молодым людям в их непосредственной жизни И также это Европейский корпус солидарности Это долгосрочные волонтерские проекты По которым молодые люди могут как приехать к нам из Европы в Республику Беларусь Так и наши могут поехать на целый год в какую-нибудь страну И быть волонтером Европейского корпуса солидарности У нас корректируются сейчас все передвижения Как вы будете работать по этой программе в наших реалиях? Корректируется, но жизнь не останавливается Совершенно согласна Оптимисты управляют жизнью Сейчас, конечно же, технически многие программы переносятся на какой-то срок, на сентябрь Но точно так же, как и поступают какие-то международные мероприятия Вот недавно я узнала, что буквально вчера, наверное, что конкурс Евровидения Тоже переносятся, но никто не отменяет, никто не говорит, что все, мы больше, жизнь закончена Вот, так же по этим программам я думаю, что все возобновится И дело в том, что процедурность участия в них, она тоже занимает какой-то период времени И как раз у молодых людей, которым это интересно, или у тех организаций, которые пока не работали по этим программам Есть возможность получить консультацию, определиться с тематикой проекта, придумать интересный проект для молодежи И реализовать его уже осенью, зимой Вот как вы считаете, волонтерство сегодня немножко изменилось? Ольга? Я думаю, да На мой взгляд, волонтерство, оно приобретает такое популярное движение Среди наших молодых людей много очень инициатив и в университетах каких-то волонтерских Но ребята также приходят и к нам в общественные организации за какими-то волонтерскими инициативами Они могут реализовывать свои проекты тоже на такой добровольной волонтерской основе Мне кажется, что какое-то время определенное назад мы говорили о том, какое оно может быть, волонтерство Больше такого информационного плана были наши разговоры А сегодня мы уже знаем, что волонтерство – это не только кому-то что-то купить, приобрести или помочь деньгами Это намного шире, правда, глубже Это такая внутренняя позиция молодого человека, в частности, так как мы молодежная организация, мы говорим про молодых людей Внутренняя позиция и мотивирование окружающих также поддерживать такие инициативы Да, это такая своеобразная призма, через которую он уже воспринимает мир О том, что он социально активен, он ответственен за себя, за свое сообщество И вот этим своим ответственным взаимодействием с миром, он в том числе и мотивирует других Ну вот волонтерство еще вот в наших таких реалиях, событиях, которые происходят сегодня Помочь другому человеку, может быть, по каким-то причинам люди не всегда могут, например, сходить в магазин и так далее Да, Татьяна, вот вы прям в топ тоже новостной попали Я буквально недавно у коллег, наверное, из России увидела очень интересное объявление Там тоже волонтерский центр, клуб И это такое, как флешмоб среди молодежи стал уже Они оставляют записки в подъездах для пожилых У нас уже есть, да Оставляют записки, где они пишут, что дорогие наши пожилые соседи, мы очень вас любим и ценим И в нынешнее время мы хотим, чтобы вы поберегли свое здоровье Поэтому, если вдруг вам нужна какая-то помощь, сходить в аптеку, сходить в магазин Оставьте, пожалуйста, записку, мы все сделаем и поможем вам Вы знаете, вот хочу вернуться к программе Размус Плюс Вот какая задача информационного центра вашего? Это что больше? Это сейчас информировать других людей? Их организовать в какое-то сообщество, чтобы они что-то делали? И, может быть, показывать, как действует эта программа на самом деле? Я бы тут выделила таких два направления Например, если мы фокусируемся именно на молодых людях, которые хотят принять участие То это такая информационная поддержка Как инфоцентра мы выкладываем актуальные наборы от НГО, которые работают по этой программе На проекты, они объявляют А много НГО работают? По программу Размус Плюс такой числовой статистики нет, но работает очень много То есть, да, каких-то прям заоблачных требований для того, чтобы работать по этой программе нету Ну, как бы достаточно иметь какие-то партнерские связи с европейскими НГО, такими же, как и мы Которые при подаче на проект будут приглашать наши белорусские организации к участию И тогда уже эта организация, например, как мы Лига добровольного труда молодежи Мы выкладываем для наших подписчиков, для наших активистов и участников, кто хочет от нас поехать на проект Выкладываем наборы, но как инфоцентр На своей странице в Фейсбуке, наш такой вот ресурсный центр для инфоцентра Мы выкладываем наборы актуальные от всех НГО, кто к нам обращается с просьбой распространить информацию Вот, поэтому таких два направления И для молодых людей, кто хочет принять участие Также для организации такую информационную поддержку оказываем в этих программах Весна — это всегда такая пора пробуждения, мне она очень нравится Мы всегда не отступали от своих традиций Мы приглашаем в гости общественные организации Мы говорим, чтобы люди планировали свою занятость Но опять же, коррективы вносятся, да? Каким образом вы будете действовать сейчас? Ну, например, на сегодняшний момент все весенние проекты Мартовские, Апрельские и даже Майские Мы ведем активную переписку, естественно, с партнерами Мы поддерживаем связь, уже даже у нас набраны участники на все эти проекты Но, к сожалению, ввиду сложившихся обстоятельств Эти все проекты переносятся на лето и даже на осень Но все места за участниками сохраняются При их возможности, естественно, принять участие уже в другие даты Все студенты у нас, ну, естественно, заняты и привязаны к своим местам обучения Просто подстраиваемся под обстоятельства, не унываем И ждем разрешения этой ситуации Хочу отметить важность принятия такого решения Поучаствовать в определенных программах волонтерских Потому что, ну, это уникальнейшая возможность Во-первых, увидеть другую страну Во-вторых, язык подучить, да, Ольга? Конечно, находясь в среде, у тебя просто другого выбора нету Как преодолевать лингвистические барьеры Что еще, какой плюс еще от таких проектов? Ну, конечно, эти программы разбивают солидарность И вообще толерантный образ мышления среди молодежи Эти программы позволяют обмениваться их уникальным страновым опытом Человеческим опытом, да, и из-за этого обогащают друг друга Какими-то возможностями Способствуют пониманию вообще молодежи из разных стран Да, и вот это продвижение культуры мира Между нами, такими разными странами Для того, чтобы, ну, этот мир был устойчивее Я думаю, это основные задачи этих программ Ну, и какая польза молодежи от участия в таких проектах? Это, ну, вот как мы перечислили Но я уверена, что тут и даже про личное качество можно поговорить Да, это и уверенность в себе Конечно, это и soft skills, да, свои гибкие навыки Развитие мышления, развитие, не знаю, креативности Коммуникационные навыки Да, это то, что, безусловно, уже потом неважно Ты будешь медиком в будущем Или ты будешь преподавателем Или ты будешь токарем работать То есть это все, безусловно, тебе пригодится И причем получение этих навыков всегда в такой В рамках неформальных методик происходит То есть ты незаметно, ну, как бы играя, учишься И учишься на таком глубинном уровне То есть это остается уже частью тебя Ну, не знаю, иногда, знаете, люди, которые участвуют И участвовали в таких программах И я с ними общалась Которые уже по возвращении в Беларусь Они говорили, вы знаете, мы ехали туда Да, мы знали, что мы будем волонтерами Да, мы знали, что мы не будем получать за это денег Но иногда они говорили, что мы не знали Что мы будем готовить там определенную еду Для малоимущих граждан И мы освоили Мы уже хорошо готовим, да, как минимум И много-много таких вот нюансов Но вроде бы, ну, человек не ожидал То, чем будет он заниматься, да Но, тем не менее, по приезду уже на место в Беларусь Все были всегда в полном восторге И, конечно же, это дружба Это общение молодежи друг с другом Это замечательно, на мой взгляд Что делать организациям, НГО Которые хотели бы поработать по проекту «Размус плюс» Что нужно делать? Что нужно предпринимать? Ну, вот для этого такая площадка создана В Республике Беларусь информационный центр То есть к нам можно обратиться, получить всестороннюю Лигу добровольного труда молодежи Которая является информационным центром программы «Размус плюс» Молодежь и Европейский корпус солидарности И получить всестороннюю консультационную поддержку Где мы расскажем, как стать участником, партнером в таких программах Потому что есть, как я уже вначале говорила Обмены, тренинги, семинары Это чуть-чуть проще история Нужно, важно иметь партнера Важно иметь своих активистов, которые хотят принять участие Есть программа «Европейский корпус солидарности» Это долгосрочное волонтерство По которой нужно получить аккредитацию, сертификат качества А мы консультируем Немножко подробнее А что это такое? Это такая, да, очень интересная бумага Которую подтверждает Потому что программа такая очень ответственная Вы все-таки на 12 месяцев принимаете у себя в своей стране Человек из другой страны Вам нужно обеспечить его Это мы уезжаем или к нам приезжаем? А это программа двухсторонняя К нам приезжает ежегодно в Республику Беларусь Какое-то количество молодых людей Вот сейчас наша организация принимает волонтера из Люксембурга, из Эстонии Я знаю, у ЮНЕСКО находится волонтер из Турции В организации «Фиальти» есть волонтеры из Германии Они очень часто к нам просто на чай забегают Все, поэтому мы их так в лицо знаем А чем они занимаются? Наши волонтеры у нас совместный проект С национальным художественным музеем Сейчас И с литературным музеем имени Петру Сябровки Да, он расширился с литературным музеем Петру Сябровки Например, наш волонтер помогал им, кстати, разрабатывать такое портфолио Для их визуализации в сообществе То есть он разработал логотип Не знаю, ну то есть вот все эти штуки рекламные Афиши он написал тоже для проекта И у нас в организации они проводят межкультурные вечера для молодых людей На те темы тоже, которые интересны Вот тема отношений, тема межкультурной коммуникации Тема там о своей стране, презентацию И молодые люди с удовольствием приходят У нас даже на последние мероприятия мы решили устроить уже какую-то доп. регистрацию Потому что наш офис 35 человек еле вместил желающих посидеть и пообщаться Потому что на самом деле для нашей молодежи это очень интересно Поговорить с человеком из другой страны Рассказать ему, задать какие-то вопросы Каждый проект, он, конечно же, продумывается То есть волонтер не приезжает на АБУМ То есть никуда он не приезжает Это обязательно программа Для этого придумана вот эта сертификация аккредитации Точно так же организация должна иметь ресурс для отправки белорусского волонтера в другую страну Потому что она должна провести тренинг, должна провести консультацию Чтобы человек понимал, чем он будет заниматься, как Оказывать какую-то техническую поддержку Вот сейчас ситуация с вирусом Мы тоже, конечно же, обзвонили всех своих волонтеров Предоставили им возможность полную информационную Как они могут вернуться, если они будут прерывать свой проект И как им поступать, находясь там Поэтому организация А если проект прерывается, это о чем? Это какие-то дополнительные минусы организации? Ну, смотря какая причина прерывается проект Если как форс-мажор сейчас происходит во всем мире То это совсем другая история То есть если Белави снимает какой-то рейс Это не значит, что компания Белави плохая Это ситуация Проекты в обычной жизни Ну, обычно, конечно же, очень редко прерываются Но причины, наверное, бывают разные Поэтому для этого введена аккредитация Вот я, наверное, хотела сказать, что у нас 10 организаций в Беларуси Аккредитованы на прием и отправку волонтеров И мы, конечно, проводим такую работу То есть мы рассказываем о возможностях И надеемся, что таких организаций станет больше Потому что вот в других наших партнерских центрах Которые открыты во всех странах восточного партнерства Ну, есть и цифры 30 организаций Имеющие возможность работать по этим программам Вы знаете, я всегда Вот в Минске, в столице И в других областных центрах Всегда очень много возможностей для молодежи Вот согласитесь, да Много проектов, много людей заинтересованных Сообщение очень хорошее Много молодежи, которые приезжают учиться и так далее Когда мы берем какой-то районный центр Местность такую небольшую Вот сегодня нас слушают и говорят Вот мне хотелось бы хотя бы узнать Да не сидеть, вот просто сложив руки А узнать о программе Размус Плюс О том, на что я могу рассчитывать Вот это время, может быть, для раздумий нам дано Для какой-то, может быть, дополнительного учебы Сбора информации Сбора информации, совершенно верно Вот могут ли люди, которые не в столице Не в областных центрах А с маленьких городов Таких местечек Может быть, с деревень Они могут к вам обратиться? Да, конечно Мы с радостью принимаем участников И работаем с ними не только из Минска Это как? Нужно вам позвонить? Или что нужно сделать? Это можно как угодно с нами связаться В любых наших социальных сетях Вконтакте у нас есть страница Лиги Добровольной Трудой Молодежи В Фейсбуке страница как наша, так и инфоцентра Позвонить нам у нас везде наши контакты Ну то есть мы открыты к сотрудничеству С любым городом, любым регионом И как раз таки мы всегда уделяем отдельное внимание Вот молодым людям с такими меньшими возможностями Да, в плане информационной поддержки Оказать им ее и как бы пойти навстречу И сотрудничать с ними Да, наверное, первый шаг такой Найти страничку в Фейсбуке Информационного центра программы Размус плюс в Беларуси Подписаться на нее Следить за новостями активно Потому что там мы предполагаем И дальше поддерживать информационно Рассказывать о деятельности Других организаций Таким образом молодой человек Получает доступ к информации То есть ко всем проектам В которых он может быть участником Да, он должен только отсмотреть Какая тема ему интересна Может это тема социального Молодежного предпринимательства Может быть это тема волонтерства Может быть это тема экологии Он выбирает проект по своему интересу И подает заявку Всегда к описанию проекта идет процедура Она достаточно проста Ему нужно подать заявку Написать мотивационное письмо Рассказать, почему ему интересна эта тема Как он может потом дальше транслировать Полученный опыт знаний Здесь у себя в стране Чем он сможет быть полезен Ну и все И отправить Никаких дополнительных Вообще никаких Эта программа не предусматривает Взносов или оплат Эта программа покрывает Все дорожные расходы участнику Важная тема Покрывает питание, проживание Визовые расходы Визовые расходы, да Как программа и европейского корпуса солидарности То есть долгосрочное волонтерство Так и краткосрочные тренинги, семинары Программа все покрывает И вот наверное еще о чем мы не успели сказать Очень бы хотелось Здесь есть возможности не только для молодежи Но и для молодежных работников Так называемых юсборкеров Потому что Есть какое-то определенное количество проектов Которое позволяет Их компетенции повысить И им дать возможность Обменяться новыми методиками Инструментами для работы с молодежью Потому что мир меняется Каждый Ну на определенном этапе В мире возникают новые вызовы И молодежные работники Должны тоже держать руку на пульсе И понимать Что интересно молодежи Как дойти до них Как достучаться Как их заинтересовать Как их вовлечь во что-то Как сделать их участие Не формализованным А реально активным Вы знаете Я всегда за то Чтобы давать возможность развиваться молодежи Это однозначно Даже если они будут делать какие-то ошибки Это их ошибки Которые потом Уже на протяжении всей жизни Будут выходить только в плюс Человеку И опыт с ошибок трудный Абсолютно вы правы Я к тому что Я хочу еще раз Сделать такой небольшой акцент На той ситуации Которая у нас сложилась Во всем мире абсолютно И еще раз наверное Сделать такую ремарку Что все-таки паниковать не нужно Есть возможность всегда Подумать Остановиться Я очень люблю эту возможность Мне кажется Что вот иногда Нам нужно это делать Вот у нас сейчас Уникальнейшая возможность Поработать над своим Духовным внутренним миром Выстроить какие-то Свои приоритеты на будущее Понять В чем бы ты хотел развиваться Что бы ты хотел еще узнать Простроить какую-то Личностную программу роста Вот это я могу получить В своем вузе Взяв дополнительный курс Это я могу еще на курсы пойти А вот выбрать программу Размус плюс И поехать научиться Вот еще такой классной штуке То есть да Сейчас есть возможность Остановиться Выскочить Из нашего жизненного Загона в Биличем колесе И чуть-чуть подумать Взвесить все И послушать себя Настоящего И определить Какие цели Задачи Вот на это Ближайшее будущее Ну и еще раз Мы скажем Что все эти программы Про которые вы сегодня Рассказывали Волонтерские Уникальнейшие Да Которые Вот пожалуйста Бери и действуй Да На мой взгляд Они переносятся Да Не нужно паниковать Да Ничего не отменяется Все просто откладывается На небо Непродолжительный срок Ну что ж Шановные сябры Дякую вам Велики За то что пришли За то что рассказали За то что запросили За то что Пусть так Широ усмехались Ну и я нагадаю Что сегодня Про справы молодежные Мы распытывали Вольгу Шмигельскую Лидера молодежной Громадской организации Лига доброхотной Працы молоди А так сама Вольгу Грыбову И она Координатор Международных Проектов У этой же организации Еще раз Дякую Ну а я Татьяна Гулейко Развитываюсь Беражитесь Себе И своих близких Семейная программа Для усих И кожного Редактор субтитров А.Семкин